Давайте поговорим про режимы работы почтового сервера. При установке PostFix на Debian-based системах запускается псевдографический интерфейс с набором шаблонов для установки. Эти шаблоны нацелены под различные режимы работы почтового сервера, которые зависят от того, будет ли почтовый сервер принимать почту, пересылать ее и различные вариации этих двух режимов. Но это лишь шаблоны, которые легко изменить после установки сервера. Первая опция в списке – No Configuration, при выборе которой почтовый сервер не создаст основной файл конфигурации, что удобно, когда у вас есть свой готовый конфиг-файл. Если вы хотите перезапустить скрипт установки, нужна команда dpkg reconfigure. Второй режим – Internet Site. Это шаблон для стандартного почтового сервера, который будет принимать почту и отправлять ее напрямую, без посредников. Давайте пройдемся по опциям настройки. Во-первых, нам нужно указать имя почты, то есть домен для почтовых адресов, который указывается после собачки. По умолчанию, PostFix использует пользователей в системе в качестве пользователей почтового сервера. Таким образом, если у вас в системе есть пользователь-юзер, то он сможет получать и отправлять почту на UserExample.org. В целях безопасности не рекомендуется использовать учетную запись root для работы с почтой. Поэтому нам предлагается указать пользователю, кому будет присылаться вся почта, проходящая на адреса PostMaster, root и других системных пользователей. Зачастую на эти адреса отправляют информацию различные приложения в системе, такие как планировщик задач cron. Дальше установщик попросит нас указать те домены, на которые наш почтовый сервер будет принимать почту. Здесь, помимо нашего основного адреса домена, также есть записи localhost и различные вариации хостнейма. В основном это нужно для различных внутренних сервисов, которые посылают уведомления. Также, как вариант, некоторые сервисы отправляют на полный адрес вашего почтового сервера определенные уведомления. Допустим, то что ваш почтовый сервер был занесен в спам-листы, как например на адрес postmaster.mail.example.org. Теперь вопрос про синхронные обновления. Данный вопрос больше относится к нагруженным почтовым сервисам и говорит о следующем. Если мы включаем синхронные обновления, почтовый сервер будет убеждаться в записи на диск сообщения при каждом отправлении и получении сообщения. Это снижает производительность работы почтового сервера, но если сервер внезапно выключится при получении и отправке почты, не будет потерянных сообщений. Но если мы используем журналируемую файловую систему, такую как X3 или X4, то наша файловая система не боится внезапного выключения. Это связано с тем, что в журналируемой файловой системе все изменения в файловой системе предварительно записываются в специальный журнал, который применяет эти изменения, а затем удаляет из журнала. Если в момент записи у вас внезапно выключился сервер, то при включении файловая система проверит журнал, увидит незавершенные изменения и запишет их на диск. Поэтому, если вы используете журналируемую файловую систему, смело нажимайте «Но». Теперь нам предлагают указать те сети, для которых PostFix будет выступать в роли рилей хоста. В такой роли почтовый сервер не только принимает почту на свой домен, но и может перенаправлять сообщения на другие почтовые сервера. Допустим, вы можете отправить сообщение на Gmail, указав в качестве исходящего почтового сервера не smtp.gmail.com, а mail.example.org. Тогда ваш почтовый сервер сам позаботится о доставке вашего сообщения на smtp.gmail.com. Об этом мы детальнее поговорим чуть позже, когда будем обсуждать другие шаблоны. А пока, если вы не планируете использовать ваш сервер в качестве рилей хоста, то можете оставить в поле только локальные адреса. Тут все просто. Дефолтный максимальный размер почтового ящика пользователя в байтах. Если стоит 0, то без ограничений. Дальше кое-что поинтереснее. Пользовательские алиасы. Вообще, алиасы в почтовых серверах используются, чтобы один пользователь мог получать почту на несколько адресов, при этом не создавая отдельных пользователей, ящиков и тому подобного. Скажем, если вы хотите, чтобы все сообщения на it.example.org приходили пользователю user.example.org, то для этого используется алиас. Также с помощью алиасов привязываются различные домены к одному пользователю. Такие алиасы может создавать администратор почтового сервера. Но администратор может позволить пользователям создавать нечто наподобие алиасов, чтобы пользователям легче было управлять своей почтой. Но для этого алиасы не заменяют весь адрес, а добавляются перед собачкой, предварительно использовав специальный символ, допустим, плюс. К примеру, user plus work.example.org, либо user plus social.example.org. Эти адреса пользователь может указывать на различных ресурсах при регистрации, что позволит ему легче сортировать письма и управлять своей почтой. Если вам этот функционал не нужен, можно оставить это поле пустым. Дальше следует выбрать, будет ли наш почтовый сервер работать с IPv4, IPv6 или с обоими протоколами. На этом настройка с шаблоном InternetSite готова. Теоретически можно приступать к работе. Третья опция среди режимов работы почтового сервера – InternetSite with SmartHost. Это шаблон конфигурации для сервера, который будет принимать почту напрямую или с помощью всяких утилик типа FetchMail. Но отправлять почту на внешние адреса сервер будет с помощью других почтовых серверов – RelayHostов, которые также называются SmartHostами. Это можно использовать в различных случаях. Допустим, если IP-адрес вашего сервера попал в блоклисты. Либо, чтобы пропускать исходящую корпоративную почту через какой-либо сервис, допустим, через какую-нибудь DLP-систему. В целом, все опции в настройке такого режима выглядят так же, как и при настройке InternetSite, за исключением указания Relay сервера. В шаблоне мы можем указать дефолтный SmartHost, а в дальнейшем можем настроить различные Relay, зависимо от домена получателя. SmartHost можно указывать в квадратных скобках и без, зависимо от того, нужно ли отправлять сообщение сразу или предварительно сделав MX-запрос, что позволяет балансировать трафик между несколькими серверами. Еще один режим работы почтового сервера – Satellite. В таком режиме почтовый сервер не принимает почту, а только перенаправляет, то есть работает исключительно как RelayHost. Из примера ранее, это может быть полезно в больших организациях для внутренних сервисов, а также для фильтрации почты на спам, вирусы и тому подобное. В таком случае конфигурации практически идентичны ранее упомянутым опциям, но в MyDestinations не следует оставлять домены, чтобы RelayHost все перенаправлял на нужные почтовые сервера. И последний шаблон – Local Only, когда наш почтовый сервер не будет отправлять и принимать почту с других доменов. Все, о чем мы говорили ранее, лишь шаблоны режимов работ почтового сервиса. Юзкейсы бывают разные, зачастую таких шаблонных настроек бывает недостаточно, и многие моменты нужно перенастраивать под свои задачи.